Владимир Владимирович, вот вы говорили сейчас о экономике, кризис упоминали. Опять ведь штормит мировую экономику. Падает все на биржах, что только может упасть. Даже, говорят, потенция биржевиков самих тоже клонится к закату. Отток капитала наблюдается с развивающихся рынков, в том числе и из России. Вот я где-то прочитал, что для того, чтобы противостоять таким вызовам новой волны кризиса, правительству нужна особая программа. Она должна быть короткая, как женская юбка. И открывать привлекательные перспективы. Тогда люди бизнеса поверят и кризис прекратится. Вот скажите, у вашего правительства есть такая программа? И, кстати, так как бюджет у нас рассчитан 100 долларов за баррель нефти, а цена на нефть падает, будет ли пересматриваться бюджет? Знаете, если все время говорить о том, что все падает, то ничего и не поднимется никогда. А у нас рост 4% будет в этом году. Это неплохо, это удовлетворительно. А вот в Китае будет 9%. Это уже хорошо. И нам нужно стремиться к тому, чтобы у нас рост темпов экономики был 6-7%, как это мы обеспечивали в предыдущие годы до кризиса. И мы к этому будем стремиться, я уже это говорил. Что касается открытости экономики, то мы, конечно, будем к этому стремиться. Правда, есть такие опасения, особенно с возможным присоединением нашей страны к ВТО, что эта чрезмерная открытость может нам даже навредить. Поэтому насчет женской юбки, кому-то хорошо иметь короткую юбку, кому-то лучше пользоваться другой одеждой. Но мы и в ходе переговорного процесса к ВТО, я считаю, застраховали себя от возможных неожиданностей. У нас, по сути, достаточно длительный переходный период по целым отраслям экономики. Но, тем не менее, мы будем стремиться к тому, чтобы наши предприятия, наши целые отрасли работали в конкурентной среде, чтобы они действовали более эффективно, и чтобы в конечном итоге были более конкурентоспособными, а граждане наши могли получать товары и услуги по приемлемым ценам и хорошего качества. Собственно говоря, в этом и главная цель присоединения к ВТО. Но, повторю еще раз, мы примем для себя окончательное решение только в том случае, если все параметры, связанные с необходимостью на каком-то этапе защиты наших экономических интересов, будут обговорены и положены на бумагу. Я и мои коллеги, мы прекрасно видим эти угрозы, действительно их много. Они генерируются не у нас опять, они генерируются в так называемых развитых экономиках. Ну что же можно сказать? Мы в целом неплохо оказались подготовленными к кризису конца 2008-го, начала 2009-го года. Какова наша ситуация сегодня? Мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мировой экономике и на ведущих площадках. Ясно, что уровень диверсификации нашей экономики еще недостаточный, мы об этом прямо и открыто говорим, для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Ведь в чем проблема? Когда рынки западные сужаются, уменьшается объема продаж наших традиционных товаров и падают цены на них. А их всего там 4-5-7 отраслей. И поэтому удар для нас такой существенный и тяжелый. Если бы у нас было не 7-8 отраслей, а 50-100, то ситуация была бы более сбалансированной. И тогда мы могли бы переходить и к плавающему курсу национальной валюты. А сегодня мы центральный банк вынуждены немножко там регулировать. Поэтому кардинально-то мы сможем сказать о том, что мы готовы к любым изменениям внутренней конъюнктуры. Только в том случае, если кардинально изменим вот это внутреннее состояние нашей экономики и ее диверсифицируем. Но сегодня у нас есть и некоторые плюсы, и некоторые минусы по сравнению с концом 2008 года. Минусы в чем заключаются? Конечно, мы немножко, я говорю совершенно откровенно, мы немножко за время кризиса подожгли наши ресурсы и фонды резервные. Но тем не менее, вот за этот год мы не только их не съели, а наоборот начали наращивать. У нас резервный фонд правительства будет 1,7 триллиона рублей. Фонд национального благосостояния будет 2,8 триллиона рублей. Это два резервных фонда. Плюс золото-валютные резервы, центральная банка, 550 миллиардов долларов. У нас подушка безопасности довольно большая. Повторю, резервные фонды правительства чуть-чуть поменьше, чем были в начале, чем были перед тем кризисом. И это, конечно, так мы должны это иметь в виду. Но в чем плюсы? Мы все-таки отработали механизмы. Мы знаем, что и как нужно делать, какие инструменты применять для того, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы, различных секторов материального производства, социальной сферы. И это, конечно, плюс. В общем, имея в виду наличие и резервов, и вот этот опыт прохождения кризиса 2008-2010 годов, все-таки у меня есть уверенность в том, что мы в целом готовы встретить любые неожиданности во всеоружии. Что касается бюджета, мы же верстали, вы это знаете, это открытые данные, из расчета 100 долларов за баррель. Действительно, зависимость большая, 40 с лишним процентов у нас доходная часть бюджета формируется за счет нефтегазовых доходов. Но вот в структуре дополнительных доходов этого года более двух третей доходов обеспечено за счет не нефтегазовых доходов. Это говорит о том, что все-таки определенные структурные изменения в экономике происходят в нужном нам направлении. Повторяю, мы исходили из 100 долларов за баррель при расчетах бюджета следующего года, а в этом-то году средняя величина будет 110. Мы считаем, что резкого снижения стоимости нефти в следующем году не будет. Но, повторяю, снижаем, но рассчитываем не из 110, как сегодня, а из 100. То есть достаточно прагматичный подход. Но если даже снизится еще до 95, нам не потребуется выходить с большими заимствованиями и обременять нашу финансовую систему. Кстати говоря, если вернуться к дополнительным доходам текущего года, то мы свыше 320 миллиардов направляем на погашение дефицита бюджета и не выходим с дополнительными заимствованиями на внешний рынок. А значит, все эти ресурсы остаются в распоряжении финансовых учреждений и в экономике страны. И это тоже очень важный фактор положительного характера. Кстати говоря, и инфляция. Вот накопленная инфляция на сегодняшний день 4,7%. Самая низкая за всю историю современной России. Да, у нас в конце года наибольшие траты будут в конце октября, в ноябре, в декабре. Конечно, она подрастет. Но я думаю, что она даже по результатам накопленной инфляции, по результатам целиком всего года, будет самой низкой за всю историю России. Коллеги, извините, я злоупотребляю, но если я этот вопрос не задам, меня просто акционеры уволят. Владимир Владимирович, вот с Газпромом всякие неприятности происходят в Западной Европе. Какие-то обыски в Германии, в офисах Газпрома. Как вы вообще расцениваете эту ситуацию вокруг, собственно, нашей крупнейшей компании? Очень просто, я об этом говорил много раз публично. Все, кто продают товар, хотят продать подороже, а все, кто покупают, хотят получить его подешевле, а лучше вообще на халяву, как у нас в народе говорят, за бесплатно. Ну, за бесплатно, ясно, никто отдавать ничего не будет, но хотят подешевле. Вот принимают всякие решения в одностороннем порядке, третий энергетический пакет, причем в совершенно беспрецедентном порядке придают ему обратную силу, что в современном цивилизованном мире, казалось бы, вообще недопустимым. Но, тем не менее, это делается. Мы считаем, что цель здесь одна – понизить стоимость товара, оторвать вполне рыночный способ ценообразования, а он у нас сегодня завязан на цену на нефть. Мы же не диктуем административно эту цену. Она привязана к нефти. Нефть повышается, стоимость газа повышается. Нефть падает, стоимость газа падает. И мне кажется, что это не очень дальновидный вообще подход. Потому что, да, допустим, сегодня цена достаточно приличная на нефть, но завтра она может упасть, и тогда «Газпром» будет нести убытки. А наоборот, те, кто покупают, будут получать преференции. Не думаю, что это обоснованно. Кроме того, газовый рынок, он все-таки очень своеобразный. Он привязан к конкретному, в значительной степени конкретному поставщику. Вводить туда третье звено, как вот сейчас предлагают наши партнеры. Или поставить третьего покупателя или продавца. То есть на границу наш газ пришел, западноевропейской страны. Нам говорят, продайте его на бирже третьему на лицу. Ну, юридическому. Оно купит, а потом дальше будет продавать. Но это, знаете, может к чему привести. Просто кто-то будет получать дополнительную маржу. Совсем не обязательно, что цена пойдет вниз. Это первое. Второе нововведение. Предлагается разделить собственника газопроводных систем, трубопроводного транспорта, и собственника самого продукта газа. Отдайте трубопроводные системы. И уже в некоторых прибалтийских странах уже национальное правительство ставит так вопрос и пытается отнять. Кстати, у нас, у наших немецких партнеров, кстати говоря, то, что нам принадлежит. По праву принадлежит. По закону куплено все за деньги. К чему это может привести в газовой сфере? Когда нет структуры, которая владеет продуктом, добывает его, а потом продает. Когда она отделена от транспорта, то может возникнуть ситуация деградации транспортной системы. Потому что сама транспортная система, она, как правило, убыточная в современной мере. Или тогда нужно будет резко задирать тарифы за прокачку. И это в конечном итоге приведет не к падению цены для конечного потребителя, а, наоборот, к ее увеличению. Или к деградации транспортной системы. Можно ли сделать так, чтобы для конечного потребителя в Европе газ был более дешевым, чем сегодня? И в то же время поставлялся по долгосрочным контрактам. Можно. Как это сделать? Нужно убрать посредников, которые сегодня присутствуют. Тут есть крупные компании, наши европейские партнеры. Они покупают наш газ, а потом поставляют его на свои же электростанции. Снимая уже на первом этапе маржу. Допустите «Газпром» до того, чтобы «Газпром» сразу поставлял на электростанции. Тогда не будет одного посредника, не будет дополнительной маржи. Уже цена продукта упадет. Допустите «Газпром» до конечного потребителя. Вылетят еще несколько посредников. Ну и, наконец, есть еще одна составляющая. Очень велика социальная налоговая нагрузка на энергоресурсы, в том числе на наш газ, которая поступает в бюджеты наших стран-партнеров. Ну а кто заставляет держать такую высокую налоговую нагрузку? Понижайте ее. Почему только мы должны в одностороннем порядке нести соответствующую нагрузку? Но все это вопросы текущего характера, как бы они остро не смотрелись на первый взгляд. Я очень рассчитываю на то, что нам в ходе такого партнерского диалога удастся найти и развязки этих непростых проблем и вопросов.